Наверное, имеется смысл знать тем организациям, которые занимаются в России и в Японии. У нас есть журнал, недавно вышел новый, Восточная Азия, вы можете его найти, он в открытом доступе. Отдели сайт у него в этом журнале, Восточная Азия, факт и аналитика. В первом номере моя статья, где есть факты, данные числа о симпатиях Японии к России, к другим странам, и также как и симпатия россиян к Японии, динамик этих симпатий, и я думаю, что это тоже было бы полезно понимать, что происходит. Я напомню, что 6 мая 2016 года в Сочи была встреча на высшем уровне Аба Путин, и на этой встрече Аба предложил так называемый план действий из восьми пунктов. На сайте посольства Японии в России вы можете найти целый раздел, посвященный вот этой тематике. Аба предложил Путину некие направления сотрудничества, которые включали в себя ряд тех областей, с которыми страны могут сотрудничать, включая в том числе и расширение гуманитарных обменов. И вот в рамках этого пункта и вот этого направления позднее уже в 16-м году в декабре, когда Путин прибыл в Японию с визитом официальным, был подписан на русском и на японском языке меморандум о взаимопонимании между правительством Японии и правительством Российской Федерации относительно проведения года Японии в России и года Российской Федерации. То есть, собственно, была предложена и представленная идея перед Крестного года России и Японии, которая была впервые осуществлена между нашими странами. Это был новый абсолютно уникальный проект. И я думаю, что и ученые, и аналитики еще будут анализировать его в разных аспектах. Интересно было бы, скажем, финансовые аспекты убедить, хотя это очень сложно, как оказалось сделать, но тем не менее. Есть определенные политические нюансы, почему это происходит, почему возник интерес Японии к России, почему так активизировались наши отношения. Ну, мы знаем, что есть стратегия, есть тактика. Япония, как мы видим, проявила инициативу, она проявила инициативу в сложный для российского времени период после крымских событий, когда наши страны стали активно вводить санкции. И Япония, страна из большой семерки, единственная страна из большой семерки, сказала и позиционировала себя таким образом, что мы будем все равно работать в России, потому что у нас есть свои интересы. И мы будем продвигать свои интересы, в том числе с помощью регулярных встреч и переговоров на высшем уровне, в данном случае Путин-АПРО. Тут есть свои нюансы и свои скрытые подводные течения. Что Россия хочет от Японии? Основные задачи, которые нам озвучивают наши руководители, мы видим акценты, которые они ставят, они заключаются в двух ключевых, на мой взгляд, моментах. Это политический и экономический. Политический момент очень простой и всем понятный. Россию пытаются изолировать, но не могут это сделать. Один из примеров, мы активно сотрудничаем с Японией, у нас встреча, у нас развитие отношений по всем направлениям, никакой благотворности России нету, и Путин, как мы знаем, встречается с АПРО в любых ситуациях, когда японская сторона хочет, так же АПРО пытается встречаться с Путком, когда российская сторона хочет. И это динамичный процесс уже больше 25 раз, я уже знаю, 27 сейчас, что ли, сколько они там встречались, ни с кем Путин так часто не встречается, как премьер-министр в Японии АПРО. Есть интересы Японии в отношении России. Вот если интересы России в отношении Японии, но это, скорее всего, тактические, временные характеры, достаточно ограниченные какими-то рамками, то, да, ну, второй, конечно, интересы России и Японии, это экономически, тут все ясно, это Дальний Восток, привлечение инвестиций, развитие бизнеса. У нас, как мы знаем, очень тяжелая ситуация на Дальнем Востоке, значит, народ уходит, к сожалению, инфраструктура разрушается, при малочисленности людей очень сложно развивать бизнес, и даже партнеры, скажем, из Китая, приглядывают к нашей стране, говорят, а что мы там будем делать, если никто покупать ничего у нас не будет. Есть такие нюансы, но бизнес так устроен. Здесь люди, у которых есть деньги, да, бизнес идет. Если, значит, территория пустей, инфраструктура разрушается, то, естественно, надеяться на то, что придет добрый дядя из Китая или Японии построить там город-сказку, такого не бывает. Все, к сожалению, сейчас по-другому будет. Вот поэтому интерес России, как я сказал, политически, дружить с Японией, показывать, что у нас хорошее отношение, а они действительно хорошее отношение. А вот с японской стороны интерес несколько иной, к сожалению, да. Вот у них есть стратегический, совершенно четко, прослеживаемый, четко декларированный японской стороны интерес. Это создать благоприятную в российских ипонских отношениях атмосферу, которая бы позволяла решать политические проблемы. Литическая проблема сейчас в Японии в отношении России, как мы понимаем, наверное, одна и единственная это подписание мирного договора и решение территориальной проблемы. Вопрос, как решать территориальную проблему, они как-то стараются не очень афишировать, потому что в российском обществе крайне категорично к этому относится, как мы знаем. Вот. Получается, что с одной стороны дальние некие стратегические интересы у нас не совсем совпадают. В России не хочет ничего, естественно, отдавать Японии. Вопрос, в какой стати. Вот война закончилась, это результаты войны, пересматривать никто не будет. Есть определенная позиция российской стороны в том или ином виде, есть мнение из первого сообщества, я не буду сейчас затрагивать. Это отдельная тема. Но тем не менее, значит, Япония хочет создавать атмосферу, водоприятную для ведения переговоров на высшем уровне, и, видимо, японские политики считают, что такие сильные лидеры, которые могут, значит, кулакомство будет так, как я сказал, а именно Путина, Абе, они в принципе могут вдвоем сесть с закрытыми дверями по части решить эту проблему. Почему они так думают? Мне сложно сказать, что может быть, они эксперт там, что-то говорят, не знаю. Но понятно, что российская сторона на это не пойдет, на кулакное решение территориальной проблемы, потому что по всем вопросам общественного мнения, как только задается вопрос Японии насчет проблемы территории, отношения строго негативные, порядка 70-80%, но тем не менее, отношения негативные. В то же время, значит, японцы все равно продолжают настаивать и создают инициативу свои. Вот инициатива Абе о восьми пунктах, это японская инициатива. И мы согласились с ней. Инициатива Переплетного года, это японская инициатива. Мы согласились с ней. Все, что сейчас происходит в российской инициативе отношениях, все позитивно, это инициатива японской страны. Это хорошо для того, чтобы продвигать, но это не очень хорошо с точки зрения нашей страны. А вот не будет у них инициативы ничего. Вот, значит, налаживать на однородную дипломатию и так далее. Вот как раз уровень общества, уровень народной дипломатии, корней-троевые позволяет создавать базовый уровень отношений, на которые сильно влиять политические веяния вверху не будут. Вот этим надо заниматься. И, конечно, общество России и Японии делает огромный вклад в это дело. Вот. Такие еще там нюансы. Ну да, Перекрестный год, естественно, прошел. Он состоял из двух частей. Это год Японии в России, год России в Японии. В России мы знаем, что курировала эту тему посольство Японии в России. У них там на сайте есть целый раздел, посвященный. Вот эти матки, вы можете поглядеть, что было сделано. Было много сделано, они молодцы, в этом смысле. Все посчитали, проценты, количество. Все у них схвачено и запротоколировано. И с точки зрения России, значит, год России в Японии. Там тоже было проведено довольно много мероприятий. Есть определенная статистика, но я читать не буду, никому не интересно. Кстати, этот материал будет опубликован в декабре, поэтому можете поглядеть. Следующий момент, позитивный тоже опять момент, вот надо все-таки на позитивы больше. Закончился перекрестный год, и были опасения экспертов, что оплаждение отношений будет. Это понятно, это логично было бы, да, тем более, что японцы, вот они... На пике этого года, вы знаете, было много дискуссий, в японской стороне много выступлений, что, вот сейчас вот мы сейчас вот все сделаем, все подпишем, все вернем, и будет замечательно вот у нас. Но ничего не получилось, и были опасения, что наступит охлаждение в российских и японских отношениях после перекрестного года. Но, слава богу, этого не произошло, опять-таки, благодаря японской стороне, которая предложила некий новый формат, новый постановку вопроса, новый год региональных и попразильских обменов, решили его в следующем 2020 году, ну, поскольку японство у нас работает по финансовому году, это будет 20-й год, естественно. Вот, значит, продолжать это дело, и сейчас идет подготовительная работа. Короче, право, провалов в отношениях нету, это очень хорошо. Но, опять-таки, вот у нас, кратерическая вот эта часть, она прописает, к сожалению. И вот это вот надо иметь в виду, что есть определенные риски в российских отношениях, именно потому, что сейчас наши интересы совпадают России и Японии. Нам интересно, да, и России и Японии, России интересно поддерживать отношения с Японии, Япония срастить, но дальше-то что будет? Вот, если не будет выхода на конкретные результаты, будут проблемы, на мой взгляд. И есть еще некие такие вот объективные вещи, я хотел сказать буквально пару слов. Здесь известно, что есть вопросы общественного мнения, они есть в России и в Японии. Чем характерны вопросы общественного мнения в России в отношении Японии? Там есть три позиции интересных. Первая позиция, значит, как вы относитесь к Японии. Почти подавляющее большинство россиян хорошо относятся к Японии. Ну, там чуть меньше, чуть больше, это непринципиальный вопрос, да, там, в итоге процентов. Вторая позиция по Японии, а как вы относитесь к территориальной предстанции к Японии? Практически все негативно просятся к Японии. Вот, по результатам Перекрестного года, значит, вырос процент людей, которые понимают, что мы можем развивать совместное, осуществлять совместное отворение экономическое Южный Пырил, и что имеет смысл, а мы говорим в Японии о продолжении переговора. Это плюс Перекрестного года, вот какой японский у нас увидели. И вот они на это шли, и они это получили. И третий момент, вот есть такие опросы, вы знаете, враг или друг. Вот страна враг или друг. Вот Япония у нас всегда находится и не другом, и не врагом она у нас не видит, потому что накладываются две вот эти вот позиции. С одной стороны, Япония, друг мы ее любим, да, с другой стороны, она не друг, потому что что-то от нас хочет. И поэтому получается, что Япония, как в известной песне Владимира Руссоцкого, и не друг, и не враг, а так. Вот десятка друзей, десятка врагов, и внизу, вот там вот находится здесь Япония. Вот такая история. В Японии, к сожалению, ситуация, на мой взгляд, хуже в том смысле, что там на протяжении многих лет симпатии японцев к России остаются на достаточно низком уровне. Это не больше 80-18% симпатий к России, и около 70-80% это антипатий. Поэтому поле деятельности общественных организаций колоссальная. Вот японцы в России очень активно работают, мы видим, они задействуют СМИ и так далее, и создают позитивный образ. О, позитивный образ, вот, к сожалению, в Японии и России значительно слабее работают. Не потому что, наверное, вот там экспертов нет, вот Галузин, высокий планетопрофессионал, там вопросов нет, да? Но вот есть некие условия очень сложные для работы. И, к сожалению, мы видим, что эти 18% вот никак мы не можем подняться выше. И даже перенесли год, вот, по прошлому опросу декабрьского прошлого года, в новой, по-моему, и все, меня звучали, вот эти самые 18% симпатии к России остались. Это мало, это очень мало, да, все-таки. И, конечно, надо вот пытаться проводить некие... Японцы прагматики. Японцы вообще прагматик. Они люди, вот они видят что-то хорошее, они говорят, что это хорошо. А если видят что-то плохое, плохое. Вот надо нам активизировать, продвигать проекты, которые были выгодны и нам, и когда они видят, что происходит позитивное изменение в российских годах отношений, это будет афишироваться в Японии и, на мой взгляд, тогда вот этот вот 18% уже будет не 18%, а там сначала 20, 25 и так далее. Надо рассчитывать на позитивные результаты, учитывая сегодняшнюю ситуацию, что Россия заинтересована в Японии, и Япония заинтересована в России. Учитывая позитивную ситуацию на высшем уровне, что они хотят в переговорах, они хотят работать, надо прикладывать в стиле, чтобы создавать более комфортную атмосферу работы в российских годах отношений. Спасибо. Спасибо. Я поправлю? Спасибо. Что, у вас сеанс вопросов ответить. Ну, в экономических отношениях чего? У нас, скажем, лет 10 тому назад, вы знаете, товарооборот был более 30 миллиардов долларов в российских отношениях. После крымских событий он обвалился где-то там на 18 миллиардов, сейчас, в прошлом году было 21 миллиардов долларов, и мы начали немножко, значит, подбираться. Но мы не достигли уровня 19-го года в любом случае. А каких-то конкретных проектов? Ну, конкретных проектов достаточно много, проектов сейчас, понимаете, что мы работали по крупным проектам, вот в Сахалии, там гигантский проект. Сейчас японская страна, как я понимаю, они хотят работать по более маленьким проектам, но близким к людям. Вот я так понимаю, что вот такая система. То есть там где-то водичку построить, где-то там какой-то заводик, там куда-то инвестировать, собственно, такое дело. Крупных проектов, я не знаю, какие сейчас у нас совсем крупные проекты. Заводиков не видно. Кого? Заводиков не видно, короче. Значит, заводиков в России. После распада Советского Союза все заводики были разрушены или переданы собственникам. Поэтому о чем говорить, про какие заводики? В Астрахани они построили зарубки. Нет, есть, конечно, можно там взять и какие-то примеры привести. Но вот этот восьмипунктный план, он предусматривает не только за улицей. Там есть еще полиция, медицина, высокие технологии, совместное освоение там, вот сейчас вот на Южных Курилах они пытаются там организовать туризм, там взаимный какой-то туризм организовать, мусора, сжигание, обработку мусора и так далее. В проекте немножко, вот структура, на мой взгляд, немножко изменилась, позиция Японии немножко изменилась. Я думаю, будет сложно выползать нам, достигать вот это вот эти 10 миллиардов, как было раньше, из-за того, что немножко масштабы проектов меняются. Кроме того, на мой взгляд, вот есть еще сейчас, вы знаете, да, наверное, большие риски международного финансового периода, все к ним готовятся, и во что это выйдет, вообще никто не понимает. Там уже говорить о российско-японской отношениях не приходит, потому что если обвалится все, то обвалится вообще все. Ну и traverse.. . . . Продолжение следует...